всем привет друзья ну что если честно то я не помню чтобы на своем канале я хоть раз снимал что-то там обзоры про наушники да у меня были видео о клавиатурах и мышках даже были обзор на геймпады но вот с наушниками у меня еще не было истории в общем в этом видео я покажу вам две пары весьма интересных геймерских наушников далее эти же наушники я подарю лично от себя своим подписчикам сделаем очередной несложный конкурс поставить лайк под этим видео нужно будет заполнить анкетку там небольшую по традиции и 1 декабря на втором канале на стриме выберем двоих человек кто получит эти наушники причем если вам кажется что это просто обычные уши за 3000 рублей то не друзья это все-таки рейзер и одни из них это black shark в 2 стоит они 9000 рублей или три с половиной тысячи гривен и вторые стилизованы по тренбов 6 под названием black shark в 2 про и цена за этот визуальный шедевр 17000 рублей или 7000 гривен так что подарочки как бы достойные участвуйте в конкурсе в конце видео я более детально все расскажу как понять участие но мы перейдем непосредственно к обзору и так линейка гарнитуры razor black shark очень долгое время оставалась как-то в тени если сравнивать ее напрямую с мега популярной линейкой кракенов то как бы вот нынче у razor насчитывается три модели которые сильно отличаются между собой как своими музыкально коммуникационными качествами так и ценниками у меня в руках наверное одни из лучших гарнитур которых я вообще держал своей жизни и первые из них это беспроводная тире проводная версия black shark в 2 про в стиле rainbow six и у нее внимание есть все что нужно самым требовательным детям депутатов то есть геймеров у которых конечно же есть 17000 за такие наушники удивительно но комплектация от возросшего ценника не сказать чтобы сильно отличается от какой-то там не знаю грандиозностью и так у нас как бы ну коробочки идут сами наушники далее у нас два провода один для зарядки микро юсби на конце а второе тоже как бы знакомы нам 7 юсби обычный вход также внутри у нас нашелся внимание съемный микрофон это кстати очень удобно так что я как бы ну я лично не пользуюсь часто микрофоном и в конце еще в коробке нашелся маленький похоже на флешку юсби ресивер который придется постоянно таскать с собой место крепления под него то есть в крышечку там не скажем в одну из чаши этих наушников тут не предусмотрено далее у нас по традиции бумажка с наклейками всякими там стикерами куда же без них и вот тут если честно вот как бы пусть на меня не знаю обижается компания razor но в случае с топовым продуктом у меня сложилось странное чувство что на комплекте как-то вот и чутка сэкономили хотелось бы конечно видеть внутри хотя бы вторую пару амбишур на всякий случай скажем так ну или какой-нибудь там не знаю переносной чехол такой вот что ли крепкий в общем-то но с одной стороны вот как бы ну понял что не в этих пакетиках и стикерах и прочим мусоре кроется такая цена во первых сюда в бухали я думаю высокое качество беспроводной связи далее конечно же звучание тут я бы сказал даже отличная есть поддержка объемного звука те чекс или тх x далее у нас имеется суперовая шумоизоляция в обе стороны то есть его слышно то есть не слышно это что как бы вот вы там у вас в ушах тоже как бы соседи не услышат и третье ради чего я обратил внимание именно на эту модель конечно же стилизация причем официальная стилистика Ubisoft под rainbow 6 если вы являетесь скажем так фанатом серии то для вас как лично и для меня это очень достойный девайс вашу коллекцию что насчет автономности беспроводной связи то она судя по моим наблюдениям держится примерно 24 часа то есть сутки на одном заряде я бы не сказал что это прям выдающийся результат однако если делать в день не длинные сеты скажем по 5 рейтинговых каток в rainbow 6 ну там по 3 часа в день то можно конечно неделю вообще не заряжать эти наушники в общем по всем этим признакам и по своим личным впечатлениям я совершенно справедливо отнесу black shark в этот вопрос домашним киберспортивным наушникам это не тот случай где вы ходите с ними везде и в метро и на улице и под дождем нет это игровые наушники но домашние они действительно удобные у них очень маленький вес они не давят на уши и конечно здесь отличное беспроводное подключение я ненавижу проводные наушники бесит меня знаете все эти провода которые тебе как змея знаете обматывают вокруг шеи и трутся об одежду но тут же просто сиди себе болтая не знаю кайфу и игра если сил вдруг внезапно аккумулятор то подключили провод нужно подсоединили микрофон не нужно отсоединили микрофон чтобы не мешал и кстати микрофон тут я бы сказал среднего качества он не блещет прямо знаете сверх детальной четкостью передачи голоса то есть это точно не студийный внешний микрофон на который я сейчас записываю это видео но для повседневной болтовни там в дискорде или просто общение стима этого более чем как бы я думаю достаточно вот например послушайте я записал как звучит микрофон в обычных условиях пожалуйста слез бормотал про турника что его еще не оптимизировали под него вот если бы разработчики предусмотрели перекладину под ноги то он бы больше потянулся понятное дело и кстати я забыл сказать вам об очень важной особенности версии black shark v2 pro это то что рейзер буквально выпустили то чего от них никто не ожидал внимание я впервые познал поистине музыкальную игровую модель это единственная на моей памяти новинка от рейзер за все время в которой настолько приятно действительно слушать музыку у меня были и есть как бы там креативы xfi есть и корсерл есть и logitech pro и все они звучат плюс-минус одинаково то есть они как бы для музыки ну не совсем как бы заточены но эти рейзеры беспроводные это то чего я точно не ожидал и пускай здесь как бы ну комплект оставляет желать лучшего и материал пластик всего корпуса и прочие мелочи вроде отсутствия подсветки и все эти типа важные мелочи но внутри этих ушей поверьте мне спрятана чудовищная музыкальная мощность в самом лучшем смысле этого выражения от чего я даже не знаю как правильно объяснить но я рекомендую эту новинку именно для тех людей кто давно искал не просто наушники для контры или там rainbow 6 как бы такую себе обычную классику нет я рекомендую эти наушники даже больше для ценителей беспроводной музыки то есть вы поняли о чем я очень классный звук это прям без преувеличения это знаете вот такая себе музыкальная игровая модель редко якобы вообще рекомендую что-то в своих видео своим зрителям но тут моя личная оценка невзирая вот на рекламные обязательства я лично просто лично от себя советую своим зрителям купить именно эти наушники хотя да я как бы ну забываю что стоимость этих наушников 17000 рублей или 6 тысяч гривен но это наверное есть тот самый минус из-за которого купить их сможет далеко не каждый человек это наверно даже печально но действительно эти наушники стоят свои 17000 ну как бы так ладно окей что насчет второй модели наушников black shark v2 не про версия то они стоят уже меньше то есть 9000 рублей и они по сути имеют прям идентичное строение и дизайн с точностью повторяющие топовую про версию однако во первых здесь они у нас проводные и во вторых у них есть отдельная юсб звуковая карта одним словом это классические наушники они заметно меньше кракенов амбушюры сделаны из пены с эффектом памяти и покрытые дышащей тканью которая оборачивает внутреннюю часть амбушюр а ее верхняя сторона выполнена из искусственной кожи что насчет внешней звуковой карты в комплекте с black shark v2 то она имеет поддержку 7.1 канального звучания и также тех x то есть и тх x однако если вы хотите по максимуму использовать возможности наушников среди которых имеется объемное звучание а также множество настроек микрофона и звука в рейзер сайна 100 придется подключать вам идущую в комплекте звуковую карту которая подключается только к вашему пк после подключения звуковой карты вам будет доступно множество настроек в софте рейзер сайна в приложении есть десятиполосный эквалайзер с большим количеством пресетов а также функция усиления баса нормализация звука и четкость голоса с подавлением окружающего шума как и в других наушников от компании рейзер микрофон black shark работает я бы сказал нормально мой голос звучит чисто и четко никакого шипения нет вот например послушайте тоже такой небольшой фрагмент youtube 10 ноября перестанет показывать зрителям общее количество дизлайков под видео теперь их счетчик будет доступен только для авторов роликов об этом сообщается в блоке видео сервиса вообще в конце я хотел бы сказать что рейзер black shark v2 это отличные кабельные наушники за 9000 рублей вы получаете хорошее качество звучания с эффектом объема они удобно сидят и имеют приятные материалы маленький вес и средние размеры плюс к этому в комплекте идет еще раз напомню внешняя звуковая карта она дает возможность для дополнительных настроек вашего звучания а вот единственным реальным минусом лично для меня является не отключаемый кабель опять-таки это уже мои личные вкусы кто-то наоборот любит проводные наушники ну и что ж как бы здесь уже каждому выбирать что вам ближе ну ладно что ж теперь у нас друзья наконец-то конкурс так что получить эти классные уши вам нужно просто поставить лайк под этим видео обязательно сто процентов быть подписчиком на моем канале это обязательно условия ну и третье это заполнить маленькую форму стандартную и там указать ваше имя фамилию свою страницу в ютюбе чтобы я проверил подписку и конечно же оставить свои контакты в случае если вы с то есть станете победителем и 1 декабря подведем уже результаты на моем втором канале на стриме все ссылки и условия еще раз оставлю в описании под этим видео на этом у меня все друзья я желаю вам не болеть увидимся уже скоро всем хорошо провести выходные и до новых встреч на канале пока пока